Мы Джонатан и Анжела Скотт из Кенни, и мы обожаем больших кошек. Мы находимся в заповеднике Масаи-Мара, лучшем месте Африки для наблюдения за львами, леопардами и гепардами. Эти хищники восхищали нас всю жизнь, и теперь мы хотим поделиться их историями с вами. Мы расскажем об уникальных чертах характера кошек и о том, как непросто им выжить в дикой природе. Если бы жить мне осталось всего один день, я бы провел его здесь, в Масаи-Мара. В компании потрясающих, больших кошек. Жить бок о бок с большими кошками безумно интересно. Это одни из самых высокоразвитых хищников мира. Знаменитый болотный прайд имеет для нас особенное значение, ведь мы наблюдаем за ним уже более 40 лет. Мы видели, как левята превращались в матерей, а матери в бабушек. Для нас это не просто большие кошки. Для нас каждый лев уникален. Шарм, Аскари, Моджи. У каждой кошки своя история. Леопарда Бахати мы знаем с тех пор, как она была еще котенком. Мы знали ее маму Олиф и бабушку Беллу. Предки Бахати жили на берегах реки Талик. Гепарды обитают здесь тысячи лет. Малайка – олицетворение эволюции хищников. Вместе с нами наш хороший друг Джексон Оли Лусейя. Он провел всю жизнь Масей Мара и кошки Дороги ему так же, как и нам. Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир больших кошек. Большие кошки Кении Площадь Масаи Мара – полторы тысячи квадратных километров. Огромная территория. Рай для хищников и больших кошек. Здесь обитает огромное количество львов, леопардов и гепардов. Это лишь часть более крупной заповедной территории. Мы называем ее экосистемой Мара-Серенгетти. В наши дни ничто не мешает передвижению животных. И в сезон засухи сотни тысяч особей мигрируют из Серенгетти в Мара. Это река Мара. Она протекает через заповедник Масаи Мара в сторону Серенгетти и впадает в озеро Виктория. Река важна не только для обитателей Масаи Мара. Это источник жизни, в котором мигрируют животные во время сезона засухи. Они всегда найдут здесь воду. Сложно описать влияние, которое оказало это место на меня и Энджи. Для описания такого места слова не нужны. Вы чувствуете его сердцем. Добавьте к этому чудеса мира животных, великую миграцию и больших кошек. Нигде в мире вы не увидите ничего подобного. Мы называем это место болотом Мусиара. И здесь обитает множество львов. Повсюду львицы с малышами, а позади нас два самца. Если вы любите больших кошек, то вам сюда. Мы наблюдаем за местными львами с 77-го года. Тебе не кажется, что это счастливая семья? Сейчас чудесное время для болотного прайда. Все самки здоровые и счастливые. А еще они рожают примерно в одно и то же время. Лучше не бывает. Это не совпадение, что на такой небольшой площади проживает множество львов. Это сердце территории болотного прайда, где львы чувствуют себя безопаснее всего. Здесь они воспитывают потомство и размножаются. Самцы внимательно наблюдают за происходящим, потому что это их первое потомство. Это новые самцы в прайде. Они здесь всего полгода. И крепкие отношения между самцами и самками крайне важны. В отличие от самок родственниц, проживающих вместе, эти самки не связаны кровными узами с самцами, поэтому должны узнать их получше. Неудачный прыжок. Посмотрим, как справится львято. Члены прайда стараются повторять за самцами. Животные хотят оставаться вместе, и такое часто можно увидеть среди львов. Давай, малыш, ты же смелый. Ты все сможешь. Да. Получилось лучше, чем у взрослого. Так, а вот и мама. Прекрасно. О, боже. Да. Ну, ладно. Так или иначе, он перебрался. Остался один. Ему очень не хочется лезть в воду. Но он полез. Намочил животик. Боже мой. Отлично. Миссия выполнена. Сейчас болотный прайд выглядит великолепно. И здесь происходит столько всего интересного. Мы с Энджи всегда с восхищением наблюдаем за большими кошками. Они потрясающие. Что может быть лучше, чем наблюдение за созданиями, которых мы так хорошо знаем? Главное в наблюдении за большими кошками – командная работа. Поэтому мы просим наших друзей, водителей и гидов сообщать нам обо всем, что они видят и слышат. Сейчас успех операции зависит от одного человека, и зовут его Джексон Оля Лусеи. Привет, как дела? Мне уже тяжело выбираться из машины. Добро пожаловать. Я Масай. Живу в Масаймар. Это мой дом. Здесь я родился и вырос. Всю жизнь я живу рядом с этими кошками. Я видел их еще котятами. Мы народ Масай, живем бок о бок. С этими животными. Мы их понимаем, любим и защищаем. Они – наше сокровище. Наше богатство. Сегодня я познакомлю вас с особенной кошкой. Эту самку гепарда я знаю уже давно. Малайка. Она начинает вылизывать котят, тем самым пытаясь их разбудить. Давайте, малыши, пора вставать. Котенок любит маму, а мама любит своего малыша. Детеныши первые полтора года живут рядом с мамой, и только потом становятся самостоятельными. Взрослые особи живут в одиночку. Связь детенышей с мамой очень важна. Малыши проснулись раньше мамы. Вот это да. Шерсть на шее стоит дыбом в маскировочных целях. Если вы посмотрите на траву, в которой будет сидеть детеныш гепарда, то можете его и не заметить. Мы знаем, что пару дней назад Малайка кого-то убила. Она выбралась на ночную охоту. Прошло уже два дня, и она наверняка снова думает о еде, поэтому она поднялась и осматривается. Это укус в шею? Отличная тренировка. В форме игры они учатся хватать добычу. Очень важно, чтобы в помете было более одного котенка, тогда они смогут играть друг с другом и укреплять мышцы. Представьте, что детеныш один, ему будет скучно играть с мамой. А сейчас, пока мама занята делами, малыши могут развлекать друг друга. Гепарды – бегуны. Они бегают очень быстро. И для этого им нужны мощные мышцы, как на передних, так и на задних лапах. Во время бега им необходимо задействовать всю силу мышц, чтобы ускоряться до 100 км в час и удерживать такую скорость. Леопарды – золото саванны. И они очень выносливые. Мы находимся у Оларе Орок. Здесь еще осталось немного воды, хотя почти все пересохло. Леопарды обожают этот водоем. Они приходят сюда, отдыхают среди кустов. Иногда можно увидеть их с детенышами, которых кошки прячут среди древесных корней. Иногда можно ездить по этим местам целый день и ни разу не увидеть леопарда. Я считаю, что это зрелище надо заслужить. Это особые создания, которых я больше всего хотел увидеть, когда приехал в Африку. Если меня спросят, какое мое самое любимое животное, мне даже думать не надо. Я сразу отвечу – леопард. Потрясающе. Искали леопардов, а нашли семейство слонов с новорожденным слоненком. Он только что упал, и вы можете видеть, как мама пытается поднять его на ноги. Рождение слоненка привлекло внимание всей группы. Они все встали в круг, и такое чувство, что проявляют коллективную заботу. В этом и заключается прелесть сафари. Такое очень часто случается. Мы искали одного из главных одиночек в животном мире, а увидели чудесную семью слонов. Все семейство было сосредоточено на защите новорожденного слоненка. В таких ситуациях наглядно можно увидеть, насколько слоны разумны. Осмотрим заросли кротона, камней и деревьев. Это любимые места леопардов, но неудобный ландшафт для работы. Леопарды не хотят выдавать своих секретов, и нам приходится думать, как о ним. Где они были на прошлой неделе? Где будут на этой? Такие места у них самые любимые. Непонятно. Боже мой. А вот и она. Даже несколько мгновений в компании леопарда – это настоящее чудо. И неважно, сколько раз вы их уже видели. Смотрите, как осторожно она себя ведет. А вот и малыши. Она пойдет дальше, как только они ее догонят. Прекрасная кошка. Детеныши держатся позади, а мама ушла вперед за добычей. Отличный момент для нападения. Прекрасная стратегия со стороны Ларри. Время – 2.15. Сейчас очень жарко, поэтому львы и гиены не должны доставить проблем. Какое чудо. Леопарды не любят кормиться вместе, поэтому наверху только один детеныш, а потом они поменяются. Он обрывает шерсть с антилопы, чтобы насладиться трапезой. Смотрите, как их мама Ларри лежит рядом с деревом и охраняет своих детенышей. Высматривает потенциальные угрозы. Бугиен – невероятно хорошее обоняние. Они могут учуять запах падали. Потрясающе. Мама с двумя детенышами. Скоро малыши уйдут от матери и начнут самостоятельную жизнь. Поэтому о Ларри с двумя котятами – это чудесное зрелище. Оба детеныша сытно пообедали. Маме удалось поймать большую антилопу. Наверное, она убила ее прошлой ночью. Это тайный мир леопардов, который можно увидеть крайне редко. В первый год в Масае Маре я увидел всего двух леопардов. Один из них лишь сверкнул пятками в сумерках. В этом деле главное – терпение. Невероятный контраст с поведением львов. Ведь в Прайдах несколько самок живут вместе, а здесь мать-одиночка воспитывает двух детенышей и прекрасно справляется. Для меня это зрелище – лучшая награда в жизни. Я 40 лет живу в Африке ради вот таких встреч с большими кошками. Я обожаю это дело. Для меня и для каждого гостя заповедника, поехавшего на сафари, именно эта кошка – желанная находка. Болотный Прайд Сегодня волшебное утро, потому что весь Прайд собрался вместе. Я даже не могу вам передать, насколько это редкое событие. Здесь у нас два самца. Аскарь, которого мы называем солдатом, лежит прямо передо мной. А от того, что находится поодаль от Прайда, мы зовем Муполемполе, что означает «медленный». Львята немного его побаиваются. Он не любит, когда его тревожат. Хоть самки и приносят к нему львят, он с ними все равно не общается. А вот Аскарь – отличный папа. Как видите, самок больше привлекает именно он. Это необычно, ведь самцы предпочитают держаться поодаль от основного Прайда. Прайда. Нам очень повезло наблюдать за львятами именно на данном этапе их взросления, потому что сейчас они не сидят на месте. Вот этот малыш, невероятно бесстрашный. Самец пытается его воспитывать, но малыша это не волнует, он продолжает к нему лезть. Львята постоянно бегают, играют и взаимодействуют со всеми вокруг, в том числе и с самцами. Наблюдая за львами, мы начинаем замечать, что у них у всех разные характеры. Сейчас в Прайде два маленьких мальчика и девочка. Брат и сестра держатся более уверенно, нежели одинокий мальчик. Он чуть меньше остальных и кажется более застенчивым и боязливым. Сейчас это незаметно, ведь они все вместе радуются и играют. Они, безусловно, самые важные герои в нашей истории, поэтому мы решили дать им клички. Мы назвали одинокого малыша Соло, а брата и сестру Моджа и Мбили, соответственно. Моджа означает первый, а Мбили – очень милое имя для маленькой девочки. Ливиный Прайд – это матриархальное сообщество, во главе которого стоят самки, самцы, приходят и уходят. Мы видели множество самцов во главе болотного Прайда, и они все такие разные. Каждый раз, когда в Прайд приходит новый самец, это перемены. Перемены зачастую очень грустные, потому что самцы убивают детенышей. Но затем все начинается сначала. Прошлый год был очень тяжелым для болотного Прайда, но сейчас там появились два самца, и самки уже родили новых львят. Все встало на свои места, все началось заново. БОЛЬШИЕ КОШКИ КЕНИ Малайка – одна из лучших охотниц во всем заповеднике Мара. Она сильная, очень мощная и умная. Посмотрите, она без сомнения что-то задумала. высматривает добычу. Кого она может поймать? Интересно. Малайка перемещается с одной насыпи на другую. Такие насыпи ей очень нравятся, ведь с них открывается отличный обзор. Она наблюдает за происходящим с высоты, и точно знает, когда начать атаку. Прямо сейчас она кого-то увидела. Она начинает движение. Похоже, она выбрала себе цель. импалам импалам интересно, зачем рядом с ними ходит гепард. Будь у них острый ум, они бы уже убегали. Мы приехали сюда не просто так, а чтобы увидеть нечто особенное, охоту малайки. после нескольких часов сидения под солнцем я наконец вижу, как она медленно начала двигаться. Каждый ее шаг имеет очень важное значение. сейчас она выбирает, на кого же будет нападать. Великолепная постует, она так близко к жертве. Смотрите. Она снова поднялась. Что же теперь будет? Да, да, она нападает. Она выбрала цель. КОНЕЦ КОНЕЦ ПОТРЯСАЮЩЕ! Восхитительное зрелище! Вот это забег! К сожалению, она упустила добычу и осталась голодной. С той стороны охотятся другие хищники, поэтому ей надо как можно скорее вернуться к детенышам. смотреть на нее. Забег был потрясающий. Мы ищем Аларе и ее маленькую семью. Наша самка леопарда живет в этом лесу. Аларе знает, где надо жить. Будь я леопардом, я бы тоже поселился здесь. В этом прекрасном месте и скрывался бы от других хищников. Смотрите, смотрите, вот он, вот он, детеныш. там, там, там. Вот он. Увидеть маму это здорово, но еще лучше увидеть детенышей. Это Ндого, младший скотят Аларе. Потрясающе. В отличие от львов, гепарды и леопарды одиночки. И вы можете заметить, что этот детеныш держится подальше от своих братьев. Совсем рядом ходит бабуин. Самая большая угроза для детеныша леопарда. Он должен вести себя тихо. Я обеспокоен. Бабуины могут убить даже взрослых леопардов, а детеныша так и вовсе на части порвут. Смотрите, еще бабуины. Бабуины главные враги леопардов. Если они найдут детеныша леопарда, то обязательно его убьют, чтобы заранее избавиться от соперника. Детеныш ужасно напуганный, забирается выше. Очень умный малыш лезет на самые верхние ветки. Если большой самец бабуина полезет наверх, леопард зашипит, и тогда мама поспешит к нему на помощь. Это зеленые мартышки. Слышите? Кажется, там еще один леопард. Давайте проверим. леопард. Иди отсюда. Вон там. леопард. Вот об этом я и говорил. Потрясающе. Прекрасный самец леопарда. Ух ты! Какой роскошный. Это старший брат Ндога. Джасири. Он знает, куда направился Ндога, и поэтому зовет младшего брата. Слышите? Он обнюхивает дереву. леопарда. Увидеть одного леопарда это уже удача. Но увидеть целую семью это чудо. это шарм. Очень приметная большая львица. Самая старая самка в Прайде. Ей 11 или 12. Очень. Мы знаем, что она родила львят, и похоже, она идет к тому месту, где их спрятала. Потрясающе. Я впервые смог нормально рассмотреть детенышей шарм. Они похожи на маленьких плюшевых мишек. Глаза уже открылись, а ушки круглые. даже в этом возрасте они уже начинают бороться и покусывать друг друга. Настоящие львы. Она остановилась на мгновение и осмотрела логово. Все обнюхала и убедилась, что с момента ее ухода ничего не изменилось. Невероятно. Очень редко удается увидеть таких маленьких львят, потому что львицы всегда тщательно их прячут. Еще один чудесный момент. Новая голова в жизни Болотного Прайда. Вот что происходит на реке Мара в самый разгар миграции. Вы только посмотрите, что тут творится. мясо. В реке полно крокодилов, и если кто-нибудь попытается ее переплыть, сразу попадет к ним в зубы. Антилопы и зебры переходили реку прямо перед нами, и крокодилы убили двух особей. Антилопу топи и гну. Они извиваются в воде, пытаясь оторвать от добычи куски мяса. Они впиваются в жертву и крутятся, чтобы разорвать ее. Затем крокодилы вытягивают ее на камни или другие твердые поверхности, чтобы сломать кости. Представьте, насколько велико трение, если от него разрывается кожа. Поразительно. Я бы не хотел, чтобы меня съели. У крокодилов нет языка. И поэтому им приходится вылезать из воды, чтобы проглотить кусок мяса. Мы не считаем такое яркое зрелище отвратительным. Такова жизнь. Это природа и естественный отбор. Крокодилы – это главные санитары реки Мара. Уберите их. Река станет грязной и не забывайте, что от этой воды зависят сотни тысяч видов. Это один из важнейших источников жизни, и крокодилы его очищают. Большие кошки Кении Райские Райские равнины – два молодых самца и больше десятка гиен. Я почти уверен, что двое этих львов – бродяги. Их выгнали из Прайда, когда им исполнилось два-три года. Всегда интересно наблюдать за такими событиями. Многие считают, что гиены не составят конкуренцию львам, но большой клан гиен может насчитывать до 50 особей. Можно заметить, как баланс сил смещается. Львы съели большую часть души, поэтому подпускают к ней гиен. Гиены все понимают и поднимают хвосты вверх. Когда они подойдут ближе, то львы уйдут. Многие считают гиен падальщиками, но они умелые хищники. Вероятнее всего, именно они убили антилопу гну, а два льва бесплатно пообедали за счет гиен. Они уже пытаются отрывать кусочки мяса от туши. Очень смелые животные. Многие считают гиен трусливыми, но это не так. Гиены очень смелые. львы львы постоянно издают звуки, у них есть собственный язык. Льву остается только уйти. Думаю, это можно назвать пищевой иерархией. Львы наелись и оставили гиенам почти одни кости, но гиены могут разгрызть даже кости, поэтому под конец от скелета практически ничего не останется. Вот такая интересная пищевая цепочка. Вся команда отправилась наблюдать за Ларри. Кое-кто увидел сразу двух детенышей. Лес очень густой, если мама нет поблизости, они будут редко двигаться и стараться сидеть как можно тише. Здесь есть полянки. Я думаю, что мы кого-нибудь да увидим. Видели, как зашевелились кусты? Смотрите, это наши мальчики, детеныши Ларри наслаждаются беззаботными деньками. Сейчас они могут спокойно играть. Конечно, заросли кротона защищают их от опасностей. Детеныши проворные и ловкие. Пока мамы нет, они играют. Это обычная ситуация. Мама часто оставляет потомство без присмотра и уходит на охоту. Детеныши уже большие, она не боится их оставлять. Джексон дал им клички. Более крупного зовут Мкубова, что на суахиле означает большой, а маленького Ндога, что переводится как маленький. Вы сами можете заметить разницу. Если бы они были львами, я бы решил, что они из разных пометов. Они обожают играть друг с другом, тому, что поменьше Ндога вовсе не кажется, что старший брат его задирает. В таком возрасте леопарды часто общаются друг с другом. А вот во взрослой жизни они наоборот почти не контактируют. Многие не осознают какая-то удача увидеть леопарда. Их жизнь по большей части скрыта от человеческих глаз. Олари мать-одиночка. Ее задача вырастить детенышей, а значит она должна охотиться, кормить, защищать их. А задача самца охранять территорию от других самцов и не подпускать их к потомству. Все самцы больших кошек, кроме гепардов, убивают чужих детенышей. И это убийство – это норма в мире кошек. Интересный факт о местных кошках. Здесь у нас живет Алари, самка леопарда, ее старший сын Джасири и два маленьких детеныша. Джасири уже самостоятельный, но до сих пор обитает на этой территории, пока отец его не прогоняет. Джасири крупный кот, он уже крупнее матери. Так здорово видеть всех четверых вместе. Интересно, что младшие братья не боятся Джасири, и он сам иногда с ними общается. Каждый день этим леопардам приходится иметь дело со львами, бабуинами и другими угрозами, но в такие моменты хочется просто насладиться этими удивительными животными. за последние годы болота изменились. Здесь теперь меньше зарослей, в которых львы могли спокойно отдохнуть, не сталкиваясь с буйволами. Один из самцов отдыхал и заметил приближение буйвола. Что делать в такой ситуации? Держать оборону и пытаться напугать буйвола или убежать, поджав хвост? Если он побежит, то приведет буйвола к самкам с детенышами? Буйвол даже не знает о них, но он может учуять львят. А это, знаете ли, не самая приятная ситуация, потому что пространство открытое, и львам негде укрыться. Самец развернулся, и тем самым привлек внимание буйволов. Они хотят его оттеснить. Как же мощно они выглядят. Взгляните на них. Крепкие ребята. Что будут делать львицы? Смотрите, они начали действовать. Они отводят львят. Буйволы похожи на уставших стариков, которые едва ходят. Но не давайте им себя обмануть. Они отлично бегают и легаются, как необъезженные жеребцы. Своими рогами могут забодать львенка насмерть. Лидер повел их за самкой. Самка беременна, и сейчас не лучшее время, чтобы убегать от буйволов. Возможно, буйволам этого достаточно. Они доказали, что здесь они главные. Один из буйволов приближается к мполе. Мполе означает медленный, но на самом деле он очень быстрый. О, нет! Буйвол приближается к кустам, где спряталась шарм с ольвятами. буйволы окружили логово шарм. Они почуяли детенышей. Это очень опасная ситуация. львам едва удалось уйти. Но это говорит о невероятном опыте шарм. Она знала, что должна сидеть тихо, чтобы спасти малышей. Шарм не осмелилась пошевелиться. Остальная часть прайда разбежалась. Надеюсь, львяты выживут, но буйволы так просто не успокоятся. В следующей серии Малайка сосредоточилась на цели. Она переносит одного из малышей. Не все переживут переход. Она приближается. Она мальчик 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 Субтитры создавал DimaTorzok